На улице Зернова у дома номер 60 водитель ВАЗа наехал на несовершеннолетнего подростка, который переезжал дорогу по пешеходке на велосипеде, не спешившись. Велосипедист получил ушибы, а водитель покинул место ДТП. На подростка завели протокол за нарушение правил дорожного движения. Также административная ответственность грозит и родителям велосипедиста. Водитель скрылся с места совершения, то есть его нашли не сразу. Он к нам пришел уже впоследствии. Несовершеннолетний велосипедист также уехал, но спустя короткое время он вернулся. Соответственно, после этого приехал на ряд ДПС и были совершены соответствующие требования по оформлению дорожного происшествия. Водитель ВАЗа также понесет административную ответственность. Напомним, что с 1 марта все средства индивидуальной мобильности вынесли в отдельную категорию, а те, кто управляет электросамокатами и велосипедами, приравниваются к водителям. Поэтому за несоблюдение правил ПДД на них возложена административная ответственность. Для всех участников дорожного движения, в том числе для пешеходов, пассажиров, водителей, симов, прописаны требования в правилах дорожного движения. Очень важно, чтобы каждый человек, который является пассажиром, пешеходом, велосипедистом, водителем, сим, просто автомобилистом, чтобы они прочитали, ознакомились с этими правилами и выявили то, что касается конкретно их категории, каким участниками дорожного движения они являются. Также у нас, если приобрести правила дорожного движения, у нас в конце каждого, там есть таблица штрафов. Если водители велосипедов и электросамокатов выезжают на проезжую часть, они должны соблюдать требования дорожной разметки, знаков, знать и понимать сигналы регулировщика. В этом случае они приравниваются к автомобилистам. На пешеходных зонах средства индивидуальной мобильности и двухколесный транспорт не должны создавать помех и неудобств людям, так как на тротуарах и дорожках в приоритете остается пешеход. Велосипедисты и водители СИМ не должны до 14 лет выезжать на проезжую часть. То есть это им запрещено. Если вдруг такие водители появляются у нас на проезжей части, то отвечать будут у нас родители. Если, например, водители транспортных средств СИМ и водители велосипедов появляются в нетрезвом состоянии, то там уже будет не вторая часть 12.29, а часть третья. Если вес СИМа или велосипеда больше 35 килограмм, он не может передвигаться по тротуару, а скорость этих транспортных средств не должна превышать 25 километров в час. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.